Найстарейшая ВНУ региона Гомельскому державному университету имя Франциска Скарыны исполнилась 90-х годов. До этой даты в установе подрыхтовали шмат цикавого. Навуковую конференцию, выставу досягнений и конкурсы. Ганна Коральчук с подробностями. Гомельский педагогичный институт начинал работы в 1930 году с двух отделений физико-математичного и химико-биологичного. В 1969-м его оперу утворили в университете, а в 1988-м ее натрома у меня белорусского осветника Франциска Скарыны. Сегодня тут работают 12 факультетов, на которых учатся больше 9 тысяч студентов. В составе университета два науково-доследствия института и Амальпа у сотни студентских лабораторий. Ежегодно порядка 150-180 работ отправляются на республиканский конкурс, из которых где-то процентов 80 получают ту или иную категорию. На данный момент 35 человек попали в фонд президента. То есть они отмечены этой высокой наградой, ну и, соответственно, получают определенные льготы, в том числе и как молодые специалисты при устройстве на работу. Процент охвата студенческой наукой составляет почти 50%. С всеми этими и многими меньшими досягнениями можно было познайомиться на специальной выставе факультетов. Юристы показали деловую гульню азбука гражданина. Аспирант университета Алексей Зайцев демонстровал вядомую разумную теплицу хутор Мебиуса, а так само новые распроцовки робототехники. Молодые науковцы – резерв будущих педагогичных кадров. Зараз профессорско-выкладческий состав ВНУ включает больше за 500 человек. За особистый уклад в развитие науки и адукации региона они отримали грамоты и поддержки от кировництва университета. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, я должен сказать, что люди, которые работали или стояли у истоков университета, они также преодолевали не меньшие трудности. Я уже говорил, что это основано было в 30-е годы, это тоже было непростое время. Университет пережил годы военного лихолетия, работал в эвакуации в Кировской области, в городе Амутнинск, потом вернулся в город Гомель, восстановил свою работу и за эти годы подготовил сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. По опошнях дадзиных рейтингу с усветных университетов Вебометрикс, Хомельский университет, у пятер целепших в ИНУ Беларуси, зарекомендовался Бейоны на международной арене, установа мая договора об супрацовнестве с замежными университетами и организациями больше, чем с 25 краин света. Вядомая эпидемичная ситуация унесла свои коррективы. Обмен вопытом перешел у основному онлайн-формат. Як, например, и сегодняшняя международная конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития университетской адукации и науки». Юбилейные мероприемства в университете имя Франциска Скарыны протягнутся завтра приемом гоноровых гостей и святочным концертом. Ганна Коральчук, Валера Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».